Всем привет, дорогие друзья! В июне дети здесь продолжают ходить в школу. Я приехала за сыном, чтобы его встретить в торговый комплекс. Дело в том, что им сегодня делали прививки. И на всякий случай, ну мало ли там что может быть, я решила подстраховаться и приехала за ним. Мы договорились встретиться около магазина H&M. И вот он сейчас спускается с эскалатора. Вот смотрите, он уже обходит вот эту вот стоечку. И вот он подходит ко мне. Для тех, кто с нами впервые, мы в Израиле пердыхали. Так, я тебя особо и не целую, потому что ты с какой-то страшной прививкой. Мало ли что. Но говорят, что прививке вроде нельзя заразиться. Ну как ты себя чувствуешь? Не сделали прививку. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Клечо делали? Клечо делали, болит, то есть поручи. Болит, да? Температура не затядая, да? Я на всякий случай даже градус не взяла с собой. Я в абсолютной норме, абсолютно себя хорошо чувствую. Ну хорошо, отлично. Чуть-чуть только голова какая-то тяжелая. Да? Но я думаю, это просто от того, что не выспался. Да, наверное. Нам нужно принять ощущение. Мы идем в Макдональдс или мы идем куда-то в другое место? Нет, я думаю, что мы пойдем в китайский, наверное, да? В китайский? Да. Ну давай сначала в H&M зайдем, раз уж мы тут. Я хочу в H&M. Да? Ну я зайду тогда, а ты меня тут подождешь, хорошо? Хорошо. Смотрите, Париж, значит, Фанта, есть футболка, да? Кока-кола, Нью-Йорк, еще Кока-кола, да? Забавно. Вот, смотрите, какая футболка. Так, ну она 80 стоит. Я так выбрать не буду за 80. Переведите на рубли. А сейчас я вам расскажу кое-что. Видите, вот за Никоном такая сзади стойка. На ней всякое разное мыло сделанное. Ну, видимо, ручной работы. И оно там в виде птичек, мыльниц, чего угодно, там коробочек и так далее. Сейчас вот пока мы разговариваем, я этого не заметила. Но когда мы шли здесь в другой раз, я начала это снимать. Ну, мне это так понравилось. Подскочил мужчина, сказал, срочно все удаляйте. И заставил меня прямо при нем с телефона удалить этот кадр. Представляете? Там, оказывается, на ближайшей колонии была даже надпись. Съемки запрещены. Ага. Куда мы идем? Здравствуйте, мы идем. Ну, я, кстати, еще надо в Суперфарм зайти. Мне там надо кое-что купить из лекарств. Ну, здесь лекарства продаются все по рецепту. Ребята, мы сегодня из Гранд-Каньон и не едем. Да ладно, мы в него только что вошли. Вошли. Вот вчера мы тут купили духи. Оля, сейчас я вам даже покажу, какие. Здесь, кстати, больше выбросов. Не, не трогай никого. Спасибо, не. Ладно, пойдем, да. Не трогай, пожалуйста, а то к нам будут приставать. Вот смотрите, например, Dolce & Gabbana 339 стоит. Мы ждем очередь в аптеке. Вот у нас номерочек сейчас. Видите, здесь тоже высвечивается. Вот 44-й, а у нас 58-й. И мы будем ждать. Я спрашиваю, вот это. Это их магазин. Вот это. Ага. Они мне такие, Лен, у нас этого нету. Ага. Я выхожу, смотрю, это у них на ведре не стоит. А, это ты сейчас ходил, да? Да, да, да. Ну, пошли. Я хочу, чтобы купить сэконом. А, это вот выход главный, да, из Гранд-Каньона. То есть это третий этаж получается, да? Нет, третий. И нижний второй. Ага. Ага. Все понятно. А мы идем есть вот в это вот заведение, да, китайское. Вот в это вот. Здесь у них бывает спешл-офер. Но не в это вот, а вот такое вот. Это Макдональдс обычный, видите, толпы народа. А мы вот идем в Ченнис. Вот, взяли спешл-офер, специальное предложение такое. Вот. А? Ничего-ничего говорю. А, понятно. Вот такие блинчики. Это спринг-роллы. Очень красиво у них здесь вот такие салфеточки. симпатичные. Мы уже по блинчику навернули. Как тебе блинчик? Классно. Смотрите, у него внутри там капуста и всякие вкусняшки. Вот нас выгнали оттуда, сказали садиться сюда, потому что там у них специальные кошерные места. Представляете? То есть мы сидели еле, к нам подошла женщина, но она, правда, много раз извинилась и сказала, чтобы мы пересели. Вот сюда вот, потому что там это не кошерная еда китайская, а нам нужно сесть сюда. Вот так вот. Так что теперь мы сидим здесь. Вот тут вот за столиком. Ну, мы доедаем уже. Так что я уже вам не буду тут показывать? Да. Так, а у меня же есть с собой карточка. Можно зайти в Фокс и попробовать купить там кастрюли. У меня бесплатная эта карточка на подарочное. Нам ее нужно использовать. То есть нам, вернее, не то, что ее нужно использовать, нам действительно нужны кастрюли. Потому что у нас беда прям. Они все почернели, и я боюсь, что мы пьем какую-то гадость. Хотя бы одну кастрюлю нам надо купить. Да, спасибо. Ну, давай, давай убираем, да? Все, пошли в Фокс, да. Знаешь, да, экзамены, может быть, к нам не относятся этот паевриток? Там, потому что не знает человек. Вот у него сестра. Она вот не сказала, например, что есть экзамен. Он у нее спросит еще раз. Ага. А может быть, это только у других групп. Группы Татьяны, может, нету. Нету, да? А, ну и хорошо. Да, зачем вам экзамены сдавать? Надо иврит учить, а не экзамены сдавать. Подожди, а вот сюда не входит этот, нет? А можно спросить. Называется на Ману, да? Фокс. Ну да, мы пойдем в Фокс, сейчас посмотрим. Дальше сядем на 137-й автобус и прямо до дома доедем. Да? Да. Он прямо до дома идет с 137-й? А, точно, да, да, да. Там еще вот какой-то приятный ресторанчик, какой все, в него хотелось ходить. Но китайский, конечно, наверняка вкуснее. Там наверняка что-нибудь обычное, типа фишн-чипса будет. Ну, как бы, мне нравится. Смотри, Ника, на 5 книги. Видимо, это сейчас модно, продавать книги. И вот Фокс, в который мы идем. Значит, у нас есть карточка подарочная. Она 300 шейкелей, как я уже говорила. И мы можем ей воспользоваться для того, чтобы купить кастрюлю. Ника, нам можно сюда минутку? Ага. Так вот, мы идем к кастрюлькам. Подходим. Но здесь, по-моему, в прошлый раз я видела. Где? Ну, и сколько такой чайник стоит? 239. 239 такой чайник стоит? Еще и некрасивый, к тому же. Да. Мне не нравится, честно. Ну, в принципе, можно. Ну, вот кастрюлю можно сказать. Но она, по-моему, больше 300. Да? Сколько она стоит? Беспонессия, честно. Вон у нее какая. Смотрите. Посмотри, Никон, снизу написано наверняка, сколько она стоит. Никон, посмотри, пожалуйста, снизу. Да нет, вот на эту посмотри. А, это 349,80, да. 349,80. Ага. Ну, в принципе, мы можем, конечно, купить. 359,80. Ну, в принципе, можно, конечно, купить такую кастрюлю за 349,80. А та сколько стоит? Не знаю, не смотрел. Надо перевернуть час. Посмотри, пожалуйста, это поменьше. А, здесь нету, да, цены? Нету. Она тяжелая? Ну, такая тяжелая. Угу. Ну, это она легче, чем-то. Никон, вот на этом ковшечке посмотри. Может быть, ну, найди цену, пожалуйста. Вот, либо на этом ковшечке с ручкой, либо... Тут нету, да? Да. Ну, а на каком есть, может быть, на этом? А, может быть, она за две продается? Вот чего. Нет, нет. Переверни. Да, тут есть цена, тут, наверное... 289. О, да? Да, 289. Вот это можно посмотреть. Ну-ка, давай посмотрим, что за кастрюля за 289. Это здесь не открыть, нельзя, это закрытое. А, вот есть пример, да. Да, вот она. Давайте ее посмотрим. Слушайте, ну, нормальная кастрюля. В принципе, мне нравится даже. Можно мясо тушить. 26 сантиметров она. Но зато она крутейшая. И нам достанется она бесплатно. В принципе. Единственное, что вот эти ручки, я боюсь, не будут ли они гореть. Понимаешь? У нас же индукционная плита. Вот. Ну, пойдем еще посмотрим с железными ручками, может быть, какую-то. Они не снимаются, да, эти ручки никак. Так, вот тут вот мы нашли какой-то спешил офер. Купите за 300, платите 150. Да, сейчас мы будем покупать, видимо, вот эти вот кастрюли, квартиры, хотелось сказать. Да, до 10-го, 6-го, 23-го. Такое сегодня число. Ну, да, еще, да, еще распространяется. Ну, вот, видимо, эти кастрюли. Ну, я не знаю, что будем брать в кастрюле. Да, да, две кастрюли возьмем. Две, так это чем больше. Подожди, а, то есть одно можно взять, да, только за 300? Да, 300 стоит. А, то есть можно набор взять, все, поняла. Нет, подожди. Вот это сколько? Это 300, по-моему. 299,90. Ну, да, 300, короче, да, это стоит. Мама, она стоит 299,90. Они нам ее и пробьют 299,90. Мы купили две кастрюли. Ну, то есть мы их не купили, мы их получили в подарок. Бесплатно, да. Вообще, представляете, здорово как. Да, вот. Покажи, кастрюля. А, ну там не видно, да, она там оранжевая и зеленая. Супер, это то, что нам было нужно как раз. Мы долго за этим ходили, и сегодня этот день настал. Ну что, мы едем куда, домой? Ну, хорошо, мы едем домой. Нисколько не смотри. Ага. Там 8 этажей вниз. Смотрите, настоящие кроксы, вот сколько они стоят, да? Настоящие, это фирменные. Сколько они стоят? Никон, сколько они стоят? 399,00. Да, вот это вот, серенькие тапки, ну это настоящие кроксы. Стоят 349 шекелей. Умножьте на 20, получится в рублях. То есть вот эти вот кроксы стоят 7000 рублей. Резиновые тапки, представляете? Да, да, 7000. 7000 рублей. Деньошный стоит 340,00. Нет, 340. 340,00. Да, представляете? Так, мы вот вышли отсюда. И вот 136-й, вот, смотри, Никон, вот он. Да, он там. Да, он там. А, он и там? Да. А может быть тут разные стороны он как бы? Нет, разные разные стороны. Если там он идет туда, а здесь нет еще. Значит, там, видимо, туда. Да, но мы уже не город том, что 136-й. Нам нужен 137-й. Да, я хочу понять, где он останавливается. Так надо... Сейчас я посмотрю. Да, я вижу, что там написано 137. Написано, да. Но там 136 написано, а он остановился там. А, все поняла, поняла, да. Да, мы пойдем туда, посмотрим, что нам не останавливается. Ну, пойдем, да. Да, мы на него посмотрим. Смотрите, какая тут скала классная, отвесная. Такая. Нам очень нравится. Девчонки здесь в армии служат. И вот ходят домой с такими рюкзаками. Вот интересно, остановится у нее автобус для нее специально или нет? Да, остановится. А там вообще никого не было. Он стоит просто и все. Это не тот автобус. Не тот? Он не ездит на школу. Ну, что делать будем? Куда он едет? Мы вышли за автобусом. Путешественник, куда ты нас завез? Без понятия. Вообще, куда мы приехали, смотрите, какой-то парк. Ну, нет, мы здесь часто раньше ездили на другом автобусе. Мы сейчас на него пойдем. Но только вот не сюда. Сюда мы не заворачивали. Так, мы идем сейчас на наш привычный маршрут, чтобы доехать до Адара. Да. Мне написал Google вообще, что 137-й вот этот вот, вот он пришел. Ага. И он должен был уехать туда. Google много чего тебе написал. Ну, видимо, Google ошибся. И мы чуть не уехали куда-то далеко. Куда-то далеко, да. Нет, знаешь, мы куда, я думаю, приехали? А вот где вчера был Меухедед, я так думаю. Потому что мы туда же, там, в Варде. Вот туда вот. Вот такое вот красивое место. Пошли, Никон. Ну, пошли, и нас пропускают. Так, и вот теперь зеленый свет, и нам надо тоже быстро успеть перейти. Оно не ускоряет процесс, это просто голосом говорит, и все. Вот оттуда мы приехали, но я всегда хотела поснимать в этом месте. Так что даже хорошо, что мы здесь. Сейчас я вам сниму здесь очень красивый вид вот туда, вот на обрыв. Видовое место, можно сказать. И внизу еще дорога. И там дорога, там море. Так, ну ладно, пойдем, Никон. А то мы сейчас еще и на 76-й опоздаем. Люди стоят и в телефоны уставились свои. Не смотрят уже, приелся вид. Мне всегда нравился. Этот вид я всегда снимала. Сколько раз вот мы с Никоном тут ездили, когда жили еще на Адаре. Я всегда здесь снимала. Град 16-й, Никон. Нет, не подходит. Нет, ни в коем случае он не сюда поедет. А, хорошо. Мы бы сейчас уехали. Знаешь, куда? Куда? Под Галим. Ну, тоже неплохо. Там пляж. Да. Смотрите, вот отсюда видна самая главная часть хайфы. Это Бахайские сады. Вот видите, купол. А вот в этот музей... Ездили мы, и тут мы себе интересная штука. День мы здесь прорезали на 3D-принтере лазерном. А сейчас, а до этого, в последний раз, мы здесь собрали рацию, которая передает погоду. На большое расстояние. Вот. И это именно когда ты был вот в этих музеях, звонила учительница с Ульпана, с курсов еврита, и говорила, что что такое, все прогуливают. Вот. Вот в той комнате на земле. Вот там этот третий стадаж, который... Который нас... Думаю, я видел его лицо. Да, и Никон хотел попасть вот к истребителю. Сейчас мы вам покажем. Он... Вот здесь вот огромный самолет. Вот он, видите, какой здоровый Никон. Да. Да, все, давай, пошли. И теперь мы идем на метронит. На наш... Ну, это автобус, так называется. Метронит, я вам уже говорила, двойной гармошкой. Мы зовем эту улицу собачьей. Потому что... Вот сейчас мы пройдем здесь. Да, вот это вход к музею. А дальше около музея. Ну, видимо, так нужно собак выгуливать около музея. И он тут, видимо, приятнее, эстетичнее, так сказать. Поэтому вот здесь вот есть специальная площадка для выгола собак. Мы не знаем, как называется эта улица. Ну, то есть, уже, наверное, теперь знаем. Я уже даже не помню, знаю я, как это называется или не знаю. Да. Ну, мы ее зовем собачьей. Мы вообще вначале, когда сюда приехали, все улицы переименовали на свой лад. И стали их там называть как-то. Но потом стали постепенно запоминать название. Да. Видите, вот тут даже миски какие-то стоят. Ну, видимо, для воды. И дальше в воде. И у них здесь, видите, двойной вход такой. То есть, чтобы они не выскочили. Сначала одну калитку открываешь, потом другую. Да. А еще здесь есть пельменная. То есть, вареничная. Смотрите, вареники написано. В общем, чего только нет в хайфе. Да. Вот спереди, да. Макдональдс и к Росману. Росман – это вот сеть русских магазинов. Да. Макдональдс слева сейчас будет. Нита, подожди минутку. Я Макдональдс покажу. Здесь магазин смоток. Даже есть за 10, за 13, по-моему, я покупала здесь. За 25 вот есть. Макдональдс слева. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот полотенце я сложу потом аккуратненько. Вот такие у меня, видите, маленькие они для вытирания стола, воды около раковины, а большие для посуды. Еще у нас есть, знаете, вот такие тарелочки. Я все хочу ими воспользоваться. Как-нибудь чего-то мы ими еще ни разу не пользовались. Я даже не знаю, они, оказывается, для вот этой штуки, понимаете, для духовки. Поэтому нужно что-то на них такое прям приготовить. Вот. Делаем такими толстыми, мне нравится больше. Внутри они получаются сочные, а снаружи такая у них корочка. Смотрите, когда закат, так солнце интересно на дом падает. Как будто бы там прям горит что-то. А на самом деле это так солнце отражается от заката. Там море с противоположной у нас стороны гор. Еще у меня тут ракушки, что-то я шла, вспомнила. Все, никак у меня руки не доходит их помыть. Потому что мы делаем красиво. Смотрите, видите, как можно сделать вот ракушку. В икеевскую баночку мы положили ракушке. Так нам нравится. Потом вот вазочку, которую Никон сам делал. Он занимается глиной. И вот он там сделал вазочку. Зашла в комнату к Никону, но он у нас спит. Вот сейчас с 28 вечера. Но дело в том, что он после прививки. Ему сегодня сделать прививку. Такое у него состояние, естественно, он не выспанный. Потому что он встает всегда в 6 утра, чтобы в школу попасть вовремя. В общем, если он ложится чуть позже, то, конечно, не высыпается. Но знаете, это совершенно не важно, во сколько ходить в школу. К 8 утра или к 9 утра, во сколько вставать. Главная привычка вовремя ложиться спать. Накрыла их крышкой. Они немножечко еще там внутри, чтобы они были... Так, сколько они толстые, то внутри они должны прожариться получше. Поэтому лучше накрыть крышкой в конце хотя бы, ну, ненадолго. Но самое главное, чтобы не сделать их мокрыми сверху. Поэтому потом все равно эту крышку я открою. Да, еще я забыла сказать, я их жарю без муки. То есть это только картошка, жареный лук и яйца. А лучше всего идем картошка с сырой натертый лук и яйца. Вот это самое... Ну и соль, естественно. А это самое вкусное, когда сырой натертый лук. Но я почему-то не лень была тереть лук. Я его порезала и поджарила. Тем более, что у нас был красный лук для этого дела. У нас тут праздник идет в парке. Что-то на арабском, какие-то песни. Тут у нас в сцене есть, видно. Вот, видите, приблизила. Арабские песни. Какой-то арабский, видимо, праздник. Так, а я, девочки, мальчики, пью свой утренний кофе. У меня тут осталось маца еще со времен, когда она продавалась здесь в магазинах. Это был какой-то праздник. Я уже даже не помню, какой, если честно. Но маца, как выяснилось, ничего с ней не делается. То есть она лежит спокойно, как наши сушки. У меня, видите, такая вот паста рыбная. С ней тоже ничего не делается. Здесь Икея шведская. Как наши Санта-Брэмор. Смотрите, как у нас тут все затянуло. Вообще, прям страшно. Он гремит со страшной силой. Ну, а я буду с вами прощаться, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и жмите на колокольчик. Вам будут приходить все уведомления о выпуске наших новых видео. Пока-пока. Витя. Для бабушек. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И спасибо за лайки. До следующей серии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.